Всем моим зрителям огромнейший привет и отдельный пламенный новогодний привет Галине, моей зрительнице, которая попросила возобновить эту рубрику, в которой я вам показываю свои маникюры, свои идеи, как что можно нарисовать на своих ноготках. И в общем-то это видео как раз будет на новогоднюю тематику, то есть у меня будут такие праздничные новогодние маникюры и помимо того, что они все объединены вот этой новогодней тематикой, новым годом, Рождеством, они еще у меня объединены все одним цветом, поэтому я их и собрала все три маникюра в один ролик, то есть я буду использовать зеленый, розовый и белый-серебряный цвета. Но я вам предлагаю вместо розового использовать красный цвет, все-таки 2017 год это год огненного петуха и помимо того, что год огненного петуха, то есть такого красного, зеленым лучше будет сочетаться как раз красный цвет. Маникюр получится такой более яркий, более позитивный и более действительно праздничный, чем у меня они получились. Но так как у меня просто-напросто нету красного цвета, я не очень-то люблю красный цвет, поэтому я и не покупаю такой лак, то я все-таки наступив на себя, я купила розовый когда-то лак. И вот теперь я им пользуюсь, но возможно я все-таки когда-то куплю и красный, чтобы вам показывать более правдоподобные маникюры, как они должны были бы смотреться на самом деле, как я их для себя вижу, чтобы вы их точно так же видели. И вы уже знаете, что внизу под видео я обычно оставляю тайм-коды, когда это в принципе в этом есть необходимость. И в данном случае вы уже видите маникюры, первый, второй и третий на своем экранчике в маленьком окошечке. И поэтому если вас какой-то маникюр не очень устраивает, то вы можете открыв внизу под этим видео тайм-коды как раз пропустить, который маникюр вам не очень понравился и посмотреть те, которые вас больше заинтересовали. Но я их маникюры эти делала по нарастающей сложности, ну как мне кажется, что самый первый самый легкий и третий, ну второй, третий примерно одинаковый, но третий наверное чуть-чуть посложнее. И в общем очень рассчитываю, что конечно вам все три маникюра понравились, все три маникюра вы посмотрите, тем более что зима достаточно длинная и вы можете успеть испробовать все три маникюра на своих ноготках, как это сделала я. Так как я считаю, что их конечно же, ну в первую очередь они будут классно смотреться в новогоднюю, в рождественскую ночь, но они будут уместны весь январь точно. И в принципе я считаю и декабрь они будут уместны и февраль, поэтому еще раз говорю, что вы в принципе успеете опробовать все три маникюра, даже если они как у меня у вас будут держаться ну дней по 10. В общем всем приятного просмотра и действительно я очень надеюсь, что вы досмотрите этот ролик от начала до конца. Первый маникюр, как мне кажется, получился у меня нейтральным и он мне напоминает новогоднюю елочку. Я вижу, что он подойдет абсолютно всем девушкам без исключения. Он носит такой явный новогодний характер, хотя все же обладательница этого маникюра должна быть жизнерадостная, веселая, общительная, девушка душа компании, проста в общении. Ну, наверное, многие хотели бы себя видеть именно такими. А сам маникюр у меня получился достаточно простой и легкий в исполнении, но при этом все-таки достоин, он интересен и привлекателен и уместен весь декабрь и январь точно. И я, как всегда, не изменяю правило номер один. Перед цветным лаком необходимо нанести слой базы в один или в два слоя и только затем я наношу цветной лак. На этот раз я выбрала лак от Арифлейм, лак Хамелеон, который в бутылочке мне нравится намного больше, чем на моих ноготках, так как в них он намного меньше как-то раскрывается, не так красиво, как в самой бутылочке. Но зато именно для этого маникюра, мне кажется, это будет как раз уместно, как раз кстати. И я его наношу на свои ноготки в два слоя. Я считаю, что так будет намного лучше, особенно если у вас есть цель иметь длинные ногти, так как этот лак достаточно хорошо пигментирован и в принципе он достаточно ярко смотрится уже даже с одного нанесения. Но все же со вторым слоем он смотрится более насыщенно и глубже. А теперь приступаем непосредственно к рисованию. Здесь мне понадобятся еще лаки розовый, но лучше, как я уже говорила, красный, но у меня его нет, серебро и зеленый. Ну, то есть светло-зеленый лак, а также из инструментов дотс со средним наконечником. И этим дотсом я ставлю дорожку, как бы из шариков, которые плотно прикасаются друг к дружке. Сперва розовым цветом, потом серебром, но потом основным зеленым и далее все в том же порядке до самого края ногтя. А затем самым маленьким наконечником на дотсе на розовом фоне я рисую точечки светло-зеленого цвета. Так можно оформить все ноготки, но я тороплюсь заснять вам сразу несколько маникюров, поэтому, чтобы остальные ноготки у меня не скучали, я их заснеживаю серебром. Как будто я окунаю пальчики прямо в них, в такой блестящий драгоценный снег. Тем самым у меня получается еще один цвет, который объединяет весь этот маникюр и смотрится он так уже более целостно. Я решила опробовать здесь две технологии нанесения. В первом случае я на среднем пальчике закрасила родной кисточкой из баночки край ногтя, а уже потом дотсом я доставила точки, но по времени это вышло ничуть не быстрее, чем когда я на указательном пальчике пользовалась только одним дотсом. Так что способ выбирайте любой, какой вам больше нравится. И в общем-то, когда я закончила рассыпать на своих ноготках драгоценный снег, я всю эту красоту покрыла топовым лаком. И все, можно наслаждаться и любоваться этим маникюром неделю, а то и две. По крайней мере, у меня примерно две недели обычно держится маникюр. Второй маникюр у меня получился милым. В очень нежных пастельных тонах, такой конфетно-новогодний, конечно, тоже праздничный, но при этом он всю зиму может радовать вас, то есть появляться на ваших ноготках в любой момент с декабря по февраль. И с таким маникюром я вижу нежную, романтичную барышню с очень миловидным, очаровательно-кукольным личиком, хрупкую красавицу, может быть, немножко наивную, но очень интересную по натуре, своим особым мировоззрением. И она всегда готова удивляться, восхищаться. Она при этом очень открыта и честна, и у нее очень зазорный смех, и который мужчина хочет обнять и никогда не выпускать из своих объятий. Опять же, как всегда, главный первый шаг – это база. Наношу ее в обязательном порядке, и только затем я беру основной лак для этого маникюра, нежно-мятного цвета, и покрываю им все свои ноготки в два слоя. Опять же, он у меня плотный, и хорошо закрашивает ноготки из первого слоя, но все-таки мне два раза больше как-то нравится закрашивать их. И все-таки я так считаю, что намного надежнее сохраняется так длина моих естественных ногтей. И, кстати, кому интересно послушать мои правила, как я отращиваю длинные ногти, то для вас будет оставлена ссылочка внизу под этим видео, а также она появится в конце этого ролика. Ну а как только этот лак высох, сверху я на ноготок, на его отросшую часть, наношу белый лак, не сильно при этом зацикливаясь на аккуратности, так как дальше я буду брать дотс, и вы это уже видите, и самым крупным наконечником по краю я ставлю белого цвета точки, вот этим самым лаком, как бы создавая кружеву. А так как в точках цвет получился плотнее и насыщеннее, то я еще раз прокрашиваю кончик ноготочка, и, по-моему, это точно лишним не будет, особенно для свободного края ногтя. И уже на этом белом фоне я рисую веточки поадуба астролистного, тоненькой кисточкой, весьма схематически. Хотя, если у вас есть художественный талант, вы можете нарисовать их более реалистичными, то есть зауженными, тоненькими, такими острыми краями. Рисую веточки я лаком, более насыщенного, темного, мятно-зеленого цвета, и затем беру дотс, розовый лак, и ставлю между этими веточками точки, которые будут изображать ягодки этого самого падуба астролистного. И при желании можно, в принципе, на этом и остановиться, но я хочу ягодкам добавить белого снега или плика, как вы посчитаете это, и, в общем-то, беру дотс самым маленьким, опять же, наконечником, и ставлю в ягодках точки, а затем лаком с сине-зелеными блесточками я подрисовываю немножко листики. Так они приобретают некий объем, глубину и фактуру. Но чтобы сделать рисунок более праздничным, я беру тонкую кисть с серебряным лаком и им очерчиваю ажурный белый край, который я делала с помощью большого дотса. А затем на мятном цвете я рисую тонкие изящные полосы, которые доходят даже до этого самого белого цвета. И вот, теперь лично меня все устраивает. Мне кажется, что в таком виде рисунок более смотрится законченно и как-то интересно приобретает праздничный вид. Хотя в любой день зимы я нахожу этот рисунок действительно уместным. А вы как считаете? Обязательно напишите в комментариях. И, в общем, я уже как сказала, он подходит на всю зиму, как мне кажется, не только на Рождество или на Новый год. И мы с вами переходим плавно к третьему заключительному маникюру на сегодня в этом видео, который у меня получился сдержанным, строгим, но, конечно, опять же с нотками праздника и в чисто новогодних рождественских тонах. И его обладательницу я вижу такой. Деловая леди, успевающая все сделать, что она задумала, немного закрытая, но при этом знающая себе цену, очень умная, очень стремительная и словом и делом, ухоженная, дорогая, любящая шпильку, а также притягивать взгляды мужчин, но при этом оставаясь для них в некой недоступности. Думаю, вот этот маникюр будет уместен и декабрь, и январь. И опять же я его начинаю с нанесения базы на свои ноготки, ну а далее я снова беру зеленый цвет лака и крашу им все свои ноготки в два слоя. Да, опять же зеленый цвет будет основным и доминирующим. И в пропорциональном соотношении по сравнению с другими цветами его будет много. Но затем я беру розовый, а вы же берите красный, если у вас он есть. И я рисую на кончике ноготка треугольник кисточкой, которая идет в родной баночке. Но после того, как я все ноготки покрыла частично таким образом розовым лаком, я беру тонкую кисть и довожу этот треугольник до его логического завершения. А именно, я ему делаю острый уголок, вершинку и более ровный четкий край. И снова подкрашиваю внутри треугольника розовым лаком, чтобы он смотрелся, конечно, более однородно, беспроплешен и, конечно же, при этом не заезжаю за контур только что нарисованным тоненькой кисточкой. А дальше я беру белый лак и снова тонкую кисть и рисую им диагональные линии, которые у меня очерчивают заодно и этот розовый треугольничек. И затем еще рисую по одной, но более тонкой линии и на зеленом фоне внутри основных, которые я только что нарисовала. А дальше я решаю добавить рисунка на безымянных пальчиках, беру для этого доз и ставлю на зеленом фоне розовые точки, которые я потом соединю их еще дополнительно полосочкой, все тем же розовым цветом с помощью тоненькой кисточкой. Ну а внутри розового я ставлю меньшим размером точки зеленого цвета. На розовой части в треугольничке я поступаю точно так же практически, но только, естественно, сперва кружки ставлю зеленые, соединяю их с зелеными тонкими полосочками, ну а внутри зеленых кружочков я рисую маленькие розовые. Затем мне не хватает как-то опять праздничности, а ее мне поможет добиться опять же лак из мерцающих блесток, которые я очень сильно полюбила за эти маникюры. Им я обвожу белые полосы, уже, по-моему, получается куда лучше и интереснее, согласитесь. Но и этого мне мало, и я решаю им еще порисовать на свободном зеленом фоне и на розовом, проведя такие тонкие полосочки, которые на зеленом фоне смыкаются и образуют снова как бы треугольник, ну а на розовом они расходятся к краям из его вершины. Ну и для полной красоты, во время нанесения топового покрытия на вершинку каждого треугольника, в месте пересечения белых с серебром линий, я ставлю стразинку. А на правой руке, естественно, я повторяю весь этот маникюр, этот рисунок, и вот готовый полноценный вариант, который будет теперь меня радовать и украшать мои ноготки прямо до нового года. Хотя перед новым годом я сделаю другой маникюр в более мною любимых голубых и синих цветах. Я очень рассчитываю, что вы этот ролик смотрите от самого его начала и досмотрите до самого его конца, и не пропустили все-таки ни один из трех маникюров, что они все вам понравились, и все вы их захотели нарисовать на своих ноготках, изобразить, тем более, что действительно зима очень длинная. И я думаю, что все-таки действительно можно их использовать всю зиму, невзирая на праздники. Все-таки они когда-то заканчиваются. Но я к чему хочу введу этот разговор? Вы уже наверняка заметили, что когда я описывала каждый маникюр, в начале я еще описывала образ девушки, которая могла бы носить данный маникюр. Вот если не видеть девушку, чисто смотреть на ноготки, какие ассоциации у меня возникают. И предлагаю вам проявить инициативу и написать тоже ассоциации, какие у вас возникли бы, если бы вы увидели вот просто ноготки. То есть какая обладательница этих ноготков должна бы быть, каким характером она должна была обладать или настроением в тот момент, когда она создавала этот маникюр. Мне будет очень интересно, очень любопытно. И думаю, что не только мне одной, но и всем зрителям, кто решит почитать комментарии. Также я каждому маникюру постаралась дать название. И, в общем-то, у меня не очень сильно креативно работает голова в этом направлении, но рассчитываю, что у вас получится креативное название. Прошу тоже дать вас каждому из маникюров название какое-то определенное. И, если можно, с вашего разрешения, конечно же, я использую это название внизу под этим роликом, где будут как раз тайм-коды и название. Обязательно оставлю и свое название в скобочках, и ваше как автора. Очень рассчитываю на это, а также на пальчики вверх, так как очень рассчитываю, что это видео вам все-таки понравилось, и оно заслуживает положительной оценки. Также подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписались, так как я надеюсь, что вам понравятся не только маникюрные тематики, маникюрные видео, которые я, в принципе, планирую дальше периодически выпускать, но и другие тематики, я надеюсь, что вам будут также интересны. И, конечно же, предлагаю подписаться еще на группу ВКонтакте, туда я выкладываю, она называется «День жизни кошки», но туда я выкладываю различные новости, которые иногда и не входят ни в одно из моих видео. Так что, надеюсь, вы туда тоже присоединитесь. Ну, а на этом я буду с вами прощаться, желаю вам отлично встретить Рождество, Новый год, очередное Рождество. Всем желаю огромнейшей удачи и пока-пока! Рождество. Рождество.